7.30 утра возле Воскогорской школы номер 2 час пик. Автолюбители торопятся выехать на главную дорогу, дети попасть в школу. Гусина Вафина не только преподает во второй школе, здесь учится ее ребенок. Проблему знает не понаслышке. Перед школой движение сильное. Пройти здесь утром очень страшно, проблема стоит остро. Ее нужно решать. Наверное нужно, раз детям сложно переходить дорогу. Сами водители проблему ограждений дорог во дворах по улице Мичурина не видят. Знак стоит, правила соблюдают. Да и выбор пути зависит от места жительства. Просто некоторые живут рядом вот здесь, им удобнее вот здесь ездить, поэтому так. А так цепи, мне кажется, не мешают. Сами жители, чьи дома расположены по улице Мичурина, против снятия ограждающих цепей. Только они и защищают от большегрузов и автобусов. Но снова проблема. Ограждение территории частных домовладений, что оставив проезжую часть, буквально съели тротуар. Я шла с остановки с ребенком. Здесь был сугроб большой. Вот никуда не уйти ничего. И отсюда выехала, выскочила машина. И у меня просто ребенок подскользнулся под машину. Ладно, она вот остановилась и как бы все нормально обошлось. Мне просто даже уйти было некуда. Я до такой степени пугалась. Я вообще прям расплакала. Села прямо на дорогу и плакала. Сколько людей, столько и мнений. На прошедшем недавно сходе заместитель руководителя исполнительного комитета Воскогорского района по строительству Дамир Шайдулин и начальник пожарно-спасательного гарнизона Азат Калимуллин пообещали в ближайшее время выехать в рейд и принять рациональное решение по остро стоящей проблеме. Решение этой проблемы каждый видит по-своему. Чтобы прийти к рациональному компромиссу, каждому придется чем-то пожертвовать. Главное, чтобы жертвой не стала человеческая жизнь. Алия Харудинов, Аниль Мухарлямов, Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте мобильный репортер 24.